Вот опять-таки новый каратыш. Мы из него сделаем каратыш. Кто проворонил занятия по ФСА, функционально-самосновному анализу, это ваша проблема. Мы можем вам помочь ссылками, но изучать вы будете сами. То есть никаких лекций по ФСА в ближайший год не планируется. Идемте дальше. Очень простой, очень сильный инструмент для решения задачи средней сложности. Соответственно, проанализировав 2,5 тонны материалов, к настоящему моменту намного больше, были и из собственного педагогического опыта 1979 года, были выявлены некоторые функции, не действия очень важные, а функции. Вот вы видите эти функции, это такая часть списка, он более длинный. Ну и соответственно, дальше мы цепляемся в функцию, и каждая функция имеет десятки и сотни реализаций. Десятки и сотни реализаций. То есть, соответственно, у команды Маргариты Крыловой из Питера базы уже тысячи педагогических решений. Тысячи. Соответственно, в Российской академии образования таких баз нет, в Академии наук нет, в МГУ нет, в Академии наук нет, а у нас есть. Соответственно, вот мы вцепляемся в функцию и так далее. Постараюсь повести один пример, он запомнится сразу же, как бы, частично неприлично, но тем не менее. Соответственно, я проводил несколько консультаций в дикие 90-е, когда мне выходили люди с очень странными деньгами, не знаю, откуда они добыты, но мы предозреваем, что не очень честным и законным путем. Игорь Иванович, примерно следующие тексты. Игорь Леонардович, как бы, вас нам рекомендовали, вот вы консультируете создание новых журналов, что правда, вот так далее, так далее. Поэтому вот мы хотим выпустить журнал с голыми бабами. Даешь, у них обоснование бизнес-плана было такое, что каждый купит такой журнал. То есть, если будет голая бизнес-баба на обложке, то все купят. Соответственно, таких было несколько, в разных городах выходили. Я всегда говорю, что, соответственно, как бы, я не возражаю против журнала с голыми женщинами, а не бабами, да, но, соответственно, вы просто не понимаете потребление. То есть, подойти в те времена, когда не было интернета, начало 90-х, середина 90-х, толкового интернета, для большинства людей подойти просто-напросто вот к ларку, ну, союз печати, тогда больше союз печати, а не распечатать. И спросить, мне вот как бы журнал последний с голыми бабами, это будет никак. То есть, вы просто как будете распространять через подписку, тоже проблемно и так далее. Так вот, соответственно, привлечь внимание к журналу, то есть, есть порядка, там, 40-50 способов, как можно привлечь внимание к журналу. А функция одна – привлечь внимание. Но имеется в виду привлечь внимание к журналу, когда он лежит на раскладке, либо в союз печати. То же самое я сегодня проводил и выставочный пример, что профессионалы знают три способа, вот, а профессиональные, совсем-таки хорошие профессионалы, они знают 70 способов, да. То есть, соответственно, вот каждая функция имеет десятки и сотни реализаций. Соответственно, вот как бы это надо очень хорошо понимать, и, соответственно, мы конструируем свой курс, свой курс, неважно о чем, вообще, вообще неважно о чем, из функций, а не из плана действий учителя. Вот, соответственно, помню, что при больших базах, да если баз нету, то, соответственно, люди начинают просто-напросто воскресенье перед, или в субботу перед курсом, они начинают тянуть какие-то вещи из интернета, ну и, соответственно, получается убогий курс. Слово убогие, не убогие в названии сегодняшнего лекции используются абсолютно сознательно, поскольку мы не нашли не убогих курсов. Ну и вторая еще раз позида. Посылайте, посылайте, мы посмотрим, да. Можете пригласить выступить у нас на конференции, да. Соответственно, идемте дальше. Да, вот набор функций довольно полный, довольно полный. Соответственно, напоминание еще раз очень важных вещей, которые бьют по смыслу, в большом смысле, смыслу жизни, смыслу жизни, профессиональному служению. Как актеры очень любят говорить, я служу в театре. Ну вот работа хорошего актера, действительно хорошего учителя, хорошего врача, нечто большее, чем работа за зарплату. Я думаю, что все понимают другое дело, что бывают и актеры, и педагоги, и врачи поставлены в скотские условия, где там добывают хлеб насущен к существованию, но это догодие. Так вот, соответственно, если так делать ретроспективно, у нас будет ряд докладов 19-го именно вот на эту тему. Соответственно, гении при дурном характере делают какие-то крупные скачки, крупные прорывы. Соответственно, в эти прорывы устремляются таланты, тоже люди амбициозные, но они все-таки частично пришли на готовое. Они что-то сделают. Более того, талант с высокой вероятностью может быть более известен, поскольку он уже довел дело до ума. Гений только проложил, прорубил окно в Европу, а таланты там наладили торговые сообщения, что-то еще, что-то еще, что-то еще. Организовали торговые дома, торговлю колониальными товарами и прочим-прочим. Соответственно, на этом фоне есть одаренности. Одаренности тоже нужны. Одаренности тоже нужны. Которые делают какие-то маленькие шажки, но очень часто одаренности, особенно пиша-мемуары, слово пиша, оборот, слово такого щедрина. Так вот, пиша-мемуары. Они самовозбуждаются от этого и, соответственно, приписывают себе лишнего. Так получилось, что мне одно время пришлось заниматься партизанским движением на Северо-Западе. Так получилось, как бы, да. Я с несколькими реальными героями Советского Союза, ну, пообщался. Так вот, они матерились. Ну, они такие и простые, они просто, это было давно, они просто матерились по той литературе, которая выходит, потому что их писали уже какие-то люди, которые там либо были чуть-чуть в партизанском отряде, где вообще не были, ставляли сослов и, соответственно, выпячивали одних, гнобили других и так далее, и так далее. То есть нужны все, нужны гении, таланты, одаренности, но плоха-то одаренность, которая не хочет стать гением, и так далее. Следские темы вы видите, и мы идем дальше. Соответственно, нам удалось, мне и коллегам, большому спасибо за это, создать наиболее интеллектуальный, вы не ослышались, русскоязычный видеоканал. Мы два года это проверяли и так далее. На этом видеоканале можно и нужно обсуждать сложные вопросы, новороченные вопросы. По сравнению с различными кладбищами в социальных сетях, где люди пытаются создавать проект, они не в состоянии даже какие-то сложные вопросы обсуждать. У нас такие сложные вопросы обсуждаются. Кто хочет, пожалуйста, бесплатно, и так далее. Но почему у нас канал самый интеллектуальный на сегодняшний день, более интеллектуального на русском языке мы не нашли? Потому что у нас есть запреты, вы видите их по ссылке W8D, которые отсекают семь типовых ошибок и глупостей в комментариях. Facebook и ВКонтакте набиты глупыми комментариями, которые гнобят безумное количество проектов. Я лично не позволяю придуркам из интернета гнобить приличные обсуждения и почти ежедневно кого-то удаляют. Поэтому кто хочет к нам, пожалуйста, но начинайте вы с правил, которые устраивают ваше мышление, а не демонстрации скверных комментариев, которые никого не развивают. Соответственно, кто считает нужным и возможным, у нас будет ряд видео по этой тематике, вы можете нам немножко помочь с видео. Кто хочет, пожалуйста, кто не может, но никаких, естественно, претензий с моей стороны нет. Эти лекции считаются бесплатным режимом совершенно умышленным. Идемте дальше.